Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня потрясающая погода, у меня отличное настроение. Встала я рано, решила поесть Big Pond. Мама вчера была на облаве, я вам в инстаграме показывала. Также здесь у нас колбаска черкизовская, очень-очень вкусная, но ужасно дорогая. В этой жизни я поняла одно. Ни в коем случае никогда не надо покупать дешевые колбасы. Оно того не стоит. Лучше в месяц один раз купить себе колбасу, если прям вообще нет возможности, но купить самую дорогую. Вот в России все колбаски вкусные, по крайней мере, когда я жила, это было так. А здесь есть колбасы, которые совсем бюджетно стоят, и ты как будто кушаешь картон. Поэтому лучше брать нормальные. А это одна из моих любимых. Люблю сервелат и вот эту. В декабре, скорее всего, приедет мой папулечка. И папа говорит, что мне привезти, дочурки? Не стесняйся, говори. Я говорю, папа, бери 3-4 палки колбасы. Я говорю, если можешь, привези 5. Если тебя там на границе не поймают и не посчитают это за контрабанду. Насколько я знаю, не знаю как в самолете, но на сухопутной границе, по-моему, нельзя перевозить большое количество каких-либо продуктов. Типа, если я там на продажу, то ты должен платить какой-то налог. А хрен докажешь, что, например, 7 палок колбасы это просто дочки, потому что она любит. Вот что за правило? Это нельзя, то нельзя. Хочу и перевожу. Или, например, то, что животным тоже надо делать документы. Прикиньте, что за правило? Животным документы. У нас, в общем, когда мы переезжали, у нас был кот. И мы его безумно просто любили. Наш дом купили две женщины. И у них было уже где-то 10-12 котов. Они как бы находили на улицах бездомных животных. И приводили их домой. И даже не кастрировали, кормили, поили, жили. В общем, у них было очень много животных. И они изначально нам сказали, что у вас есть кот, вы переезжаете, оставьте кота нам. Мы, естественно, не согласились, потому что очень любили нашего кота. Его звали Черныш. И мама рассказывает, меня на тот период там не было. Что когда мы уже собирали вещи, Черныш как-то почувствовал это. Начал себя вести неадекватно. Начал бегать по квартире. Точнее, по дому. Очень неадекватно начал себя вести. И потом убежал из дома. И целый день мама не могла его найти. И в тот день, когда мы уезжали, мама была очень-очень расстроенная. Мы понимаем, что вот Черныш пропал, что делать, как. Так и не нашли его. А уже, получается, грузовик приехал. Он тоже ездит по режиму. Все эти вещи загружены в грузовик. Мама с папой сидят впереди. И так получилось, что... Черныш остался там. Родители расстроенные приехали. Но потом позвонили вот эти вот новые хозяева нашего дома. И сказали, что Черныш объявился. Хотя папа... Сделал ему паспорт. Никогда не думал, что для кота нужен паспорт. У нас вообще эти декоративные собачки ужасно дорого стоят. Начиная от шпицев, заканчивая, ну, чихуауха. Или как, я не могу выговорить, чихуауха. Ну, в общем. В общем, эти маленькие собачки у нас стоят очень-очень дорого. Я все думала, блин, почему люди не привозят этих собачек, например, из России. Ну, некоторые привозят. Просто геморройно делать паспорт и все дела. Например, шпиц. У нас стоит где-то тысячу долларов. Ну, такой хорошенький, маленький. Тысячу долларов – это средняя цена. Я не говорю прям самые такие дорогие собаки. Ну, ничего, наш Черныш остался там жить с этими котами. Он у нас, кстати, был не кастрированный. Потому что у нас был частный дом. И он находил себе чувиху там, тут, по соседству. Зато наша соседка говорила, ваш Черныш нас задрал просто. У них была девочка, кошка. И он приходил, сидел под их окнами. И мяукал. Звал невесту на разговор. Хороший кот был. Умный. Вроде я на своего Твикса тоже не жалуюсь. Он у меня тоже очень умный. Но он вчера, скотина такой, прикиньте, что взял. Взял мою обувь. Причем самую любимую. И решил погрызть. В общем, там была цепочка, которую он удачно отгрыз. Кто смотрел влог, тот в курсе. Я во влоге все это вам показала. Сегодня ночью я заметила какой-то звук странный. Смотрю, Твикс начал грызть мамину обувь. У мамы просто есть точно-точно такая же, с такими же цепями. Не знаю, что ему не понравились эти цепи. Я просто думаю, блин, от кота столько мороки. А вы представьте, собака. Ну, брата, была собака Став. Это, конечно, огромная собака. Единственный ее плюс был в том, что она ела все. Даже конфетку дай она ест. Главное, чтобы было со стола. Что угодно дай со стола ест. В этом плане было очень удобно. Например, ты ешь, себе приготовил что-то, какой-то плов. Дал ему тоже, он тоже поел. Ты кушаешь какой-то супчик, налил ему, он тоже ест. То есть не было такой мороки. А будет ли он это есть? А еще что-то, вот как с котами. Этот нет. Что дашь, ест. Все, спасибо. Но опять же, он спокойно мог отгрызть, например, ручку двери. Вот спокойно. Просто сидит, ему нечем заняться. Ну, дай-ка погрызу, да. Постоянно жует носки. Естественно, не очень приятно носить носки, которые уже все в слюнях. Ну, понятное дело, да. То есть с ним мороки было достаточно много, но это так было и мило, ребят. Например, ты говоришь ему, как его звали. Его звали Ронни. И ты, например, говоришь, Ронни гулять. Ронни гулять. И он со скоростью света просто несется по всей квартире. И тащит тебе поводок, что, конечно, пойдем погуляем. В ютубе увидела некоторое... Где же дома пуму? Диких животных. Я немного в шоке. Вот, честно, у людей, я не знаю, железные нервы. Что только это большое животное не делает. Да и вообще, мне кажется, как-то опасно. Даже кошечка. Если у нее, например, приступ бешенства будет, и она вдруг решит вам навредить, что может сделать милая кошечка? Ничего, конечно. Даже если захочет, не сможет. А вот пуму, если просто даже поиграю с вами, может поранить. Йогурт. Я обожаю йогурт, да? У нас в клубничной активе большой объем. В общем, вот так вот. Животные дома, это, конечно, хорошо. Но ты должен настолько любить своего питомца, что прощать ему иногда вот такие вот шалости. Мне в комментариях там под влогом начали писать, почему ты не поругаешь Твикса, почему ты ему не объяснишь. Все очень просто, моя хорошая. Он просто не поймет, почему я его ругаю. Поэтому я решила пофиг. Что там ему объяснять? Если бы он понимал по-человечески, я бы ему обо всем бы рассказала. Но, к сожалению, таких функций у него нет. Еще, вы знаете, у меня кот ужасный, обжора. И иногда у него нету стопа. Например, вчера мы перебор его покормили. То есть мы даем, он ест. Мы даем, он ест. Мы даем, он ест. И он очень много съел за этот день. Просто очень. Мама отварила ему печенку. Он съел там сухой свой корм. Он съел пять рагу. Прикиньте, он выпил молока. Короче, чего не даешь, он ест. И потом, я очень извиняюсь, не к столу, он вырвал. Я позвонила ветеринару, он сказал, что если даже кот хочет, все равно есть определенная мера, сколько можно кормить его. Не перекармливайте. Наоборот, даже полдня оставьте его голодным. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю, целую. Пока.